Друзья, приветствую всех! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами модель Lenovo S939 Это первый смартфон от компании Lenovo на восьмиядерном чипе MTK6592 Вот такая вот 6-дюймовая модель большая, тоненькая, аккуратная Поставляется она вот в такой вот коробке Давайте рассмотрим, что у нас там есть в комплекте В комплекте стандартный модель Стандартно есть всякие гарантийки от производителя Инструкции По поводу комплектации Это USB кабель Это гарнитура, очень классная Проверял, тестировал Звук шикарный, басы, все на месте Переходничок и зарядное устройство Которое нужно пользоваться ним с переходником Что касается смартфона Это большая модель Это 6-дюймовый смартфон Тонкий, до 9-ти миллиметров Довольно-таки легенький Интересная модель, мне очень понравился смартфон Давайте обо всем по порядку Итак, спереди мы видим Логотип Lenovo, динамик, датчик приближения, освещение Снизу кнопка меню Домой, назад С этой грани нет абсолютно ничего Сверху только разъем под наушники С этой грани у нас есть качелька громкости Вверх-вниз И кнопка включения-выключения По удобству использования этих кнопок Мне все нравится Довольно-таки удобно Смартфон большой Кнопка именно там, где она должна быть Снизу есть Микро-USB разъем И больше, в принципе, ничего Задняя крышка имеет такую Очень интересную поверхность Рифленую Это пластик Он вообще не маркий То есть на нем не остается отпечатков пальцев Есть логотип Lenovo 8-мегапиксельная камера Вспышка Микрофон И решетка под динамик Под крышкой У нас располагается Аккумулятор на 3000 мАч Две стандартных больших сим-карты И слот под microSD-карточку И динамик По корпусу я очень доволен Никаких нареканий нет Не люфтит Не трещит Крышку нужно просто нормально закрывать На перегиб смартфон тоже реагирует достойно Ничего нигде не трещит Не начинает там разбалтываться Конструкция довольно-таки монолитная Модель действительно большая Из аналогов могу сказать Что можно сравнить его с ZOPO 990 Там тоже 6 дюймов Однако по размерам вот этих всех рамочек Слева, справа, снизу, сверху Рамки небольшие И сам смартфон получается нормальным по размеру Что касается технических характеристик Давайте смотреть через программку Antutu Будем разбираться, что в нем есть Как я уже говорил Восьмиядерный процессор MTK6592 В Antutu набирает эта модель Порядка 25-26 тысяч баллов А вот я не прав Я 28 тысяч баллов набрала эта модель Здесь у нас 4.2.2 Android Здесь HD Разрешение экрана Не Full HD Здесь 8-мегапиксельная задняя камера Здесь 1 гиг оперативной памяти И 8 гигабайт встроенной Сразу же говорю, что это один из самых больших Недостатков этого смартфона Потому что 8 гиг своей памяти Ему действительно не хватает Я сразу поставил карточку памяти на 16 В настройках задал необходимый путь установки приложений И смартфон начал работать так, как мне нужно было 8 ядер Каждое ядро по максимальной частоте До 1.7 ГГц Графический ускоритель Mali-450 Плотность пикселей получается невелика Благодаря из-за того, что 6-дюймовый экран И просто HD разрешение Фронтальная камера у нас на 1.6 мегапикселей Что касается точек касания на таком большом дисплее Это у нас 10 точек касания При этом в интернете на многочисленных ресурсах Пишут, что их всего 5 И необходимые все необходимые датчики Можно посмотреть через программку Z-Device Test Здесь есть GPS Wi-Fi, Bluetooth, компас Датчик приближения, датчик освещения Есть довольно-таки хорошая вспышка Есть гироскоп NFC здесь нету И, говорю от себя, от TG технологии Тоже эта модель не поддерживает Прошивка мне очень нравится Эта прошивка была с завода То есть мы тут не прошивали Да, в некоторых местах есть Небольшие кусочки английского языка То есть вот здесь вот меню английское Обращаю ваше внимание на то, что здесь нет кнопки меню Здесь все программы, приложения, игры располагаются на рабочих столах Основные настройки мы сможем увидеть в специализированном меню настроек Здесь оно разделено на три части Обращаю ваше внимание на вот эту вот настройку Здесь собраны все необходимые жесты, фишки, функции, которые мне очень нравятся Таких фишек не найти, например, в смартфонах ZOPPO или THL Я не буду на каждом останавливаться Я подведу к вам поближе Сделайте себе стоп-кадр Если интересно почитать, что здесь есть прикольного Я лишь заострю свое внимание на нескольких фишках Мне понравилась фишка Смарт-разблокировка Смотрите, так как экран у нас довольно-таки большой Это 6 дюймов Это, ну, как бы у меня вот так вот пальцы могут двигаться по всему экрану Я могу как-то так нажимать Не всегда, наверное, человек сможет дотянуться до этой кнопки Поэтому производитель у нас сделал фишку Можно провести пальцем в нижней части экрана И смартфон таким образом можно разблокировать Показываю еще раз Немножко вибрирует так по-своему И разблокируется Я считаю, что это очень классная фишка и очень удобная для такого размера экрана По настройкам здесь все более чем стандартно Есть настройки экрана, звуков, различных тем, обои Бла-бла-бла, всего-всего интересного В вызовах также есть много интересных настроек для вызовов Для быстрого ответа, для быстрого приема звонка Для отбивания звонка То есть можете тоже сделать стоп-кадр и почитать По прошивке мне все нравится Она очень классно работает Она шустренькая, быстрая Сверху есть меню быстрого доступа Здесь все настраиваемое Версия прошивки 4.2.2 Здесь есть Play Market с завода идет установленный Поэтому все, в принципе, здесь хорошо в плане прошивки Что касается экрана Экран здесь IPS матрица Здесь HD разрешение и 6 дюймов дисплей Хочу вам продемонстрировать для начала уровень яркости Что нам может он предложить Яркости, в принципе, мне достаточно Сейчас я снимаю обзор на среднем уровне яркости Вот минимальный уровень яркости И вот максимальный уровень яркости Автонастройка работает корректно, я проверял В плане углов обзора я не могу сказать, что экран идеальный Давайте посмотрим картинки Которые у меня есть на этом смартфоне Я вам эти моменты постараюсь продемонстрировать Во-первых, углы обзора, которые у нас Вот такого формата Они хорошие То есть ничего нигде здесь не преломляется Не уходит цвет в негатив Однако, когда мы смотрим на смартфон Вот с этой стороны И вот так вот То картинка немножко преломляется Я считаю, что это однозначно минус Да, мы не будем смотреть, пользоваться этим смартфоном Вот под какими-то такими углами Но, тем не менее, на крутых матрицах На матрицах в дорогих смартфонах такого нет Я бы хотел, чтобы и этого здесь тоже не было Например Немножко есть преломление И это минус Что касается звучания Смартфон меня очень порадовал Звучит круто как внешний динамик Так и внутренний Разговорный динамик я имею в виду Также я тестировал наушники Я уже говорил, что заводские наушники В комплектационные Тоже звучат шикарно Я тестировал наушники И собственные свои Звук классный, мощный, громкий Такой с басами Ну, звук то, что нужно Lenovo в этом плане не подкачал Звук классный Мне действительно понравилось Что касается производительности Я тестировал эту модель В синтетических тестах Сейчас буду вам демонстрировать Что я там заскриншотил Итак, что у меня здесь есть Во-первых 7075 баллов У меня набрал 3DMark У меня набрал 55.2 FPS На высоких настройках графики Вот то, о чем я вам говорил с экраном Это Epic Citadel 28000 набрал у меня Antutu И давайте смотреть Что представляют из себя Воспроизведения современных игр Но сразу же хочу вам сказать Здесь в этой модели Всего 1 гиг оперативной памяти За время тестов При воспроизведении игр Я не заметил таких моментов Чтобы этой памяти Ему для работы было недостаточно А теперь смотрим игрушки Воспроизведения современных игр Воспроизведения современных игр Это UK'S 가지嗰 И приходит в этой модели Я не знаю continuously Я не знаю Я не знаю Я не знаю Игры в принципе посмотрели Я тем как воспроизводятся игры я доволен И можно играть на максимальной графике Все без проблем Что касается аккумулятора в этом смартфоне Давайте смотреть скриншоты которые я наделал Напоминаю вам здесь 3000 мАч Влазит у нас тут прошивка Обновление прошивки постоянно Значит в Antutu тестере Эта модель у меня показала 508 баллов Дальше как всегда тестирую эту модель При воспроизведении фильма и игры Итак при воспроизведении игры У меня тест продлился Ровно 3 часа 23.10 и 0.2.11 Ровно 3 часа Это для игры на 6 дюймах Это довольно таки классный результат И теперь смотрим что у меня получилось При воспроизведении фильма 100% зарядки 18.20 и тест Еще раз 18.28 100% и тест у меня закончился 23.49 5% Считаем сколько это было Это получается 19.20.21.22.23 Это более 5 часов просмотра видео По аккумулятору я считаю что результаты хорошие и достойные Что касается GPS Все так же на хорошем уровне GPS у меня словил нормально Я тестировал и в Navitel И в GPS тест Чуть дольше подержал его И у меня навигатор словил больше спутников То есть в этом плане все в порядке Что касается камеры Я делал видео Я делал фотки 8 мегапиксельная камера У нас основная видео записывает в формате Full HD Фронтальная камера 1.6 мегапикселя То есть качество средненькое Я эти все видео фотки выложу вам Сказать что я супер пупер доволен этой камерой Нет Камера у Lenovo У бюджетного сегмента Она такого очень посредственного уровня Камеры средние Фотки видео выложу вам Что ж давайте подводить итог Я вам рассказал все подробности про эту модель Хочу сказать следующее Что для меня Lenovo S939 Это такой типичный смартфон от компании Lenovo Я объясню что для меня это значит Это значит что модель Очень выполнена на высоком уровне В плане сборки В плане качества Я уверен в плане отсутствия брака В плане звука В плане совместимости и оптимизации прошивки В плане вот этой вот всей Всех фишек в прошивке Но эти модели Типичный смартфон Lenovo Он проигрывает по техническим характеристикам Своим аналогом от компаний Zoppo и THL Тоже самую картину мы видим и здесь Я держу в руках классную Действительно интересную модель Тоненькую Но чем она проигрывает Например тому же Zoppo 990 У Lenovo хуже экран Разрешение экрана ниже У Lenovo меньше памяти В принципе память это такой Очень несущественный показатель Можно вставить карточку памяти И он работает с ней отлично А вот оперативки 1G Во время воспроизведения игр Я не заметил Чтобы этого объема памяти Мне было недостаточно Ну и негатив у меня к камере Всегда Lenovo смартфоны Проигрывают по камерам Образцам от Zoppo или от THL По всем другим параметрам Вы ни в каком THL, ни в каком Zoppo Не найдете такой прошивки С такими фишками, функциями Качество работы Я уверен, что брака будет минимум Сборка классная Все собрано супер Хороший аккумулятор Достойный процессор То есть с играми у вас не будет никаких проблем Вот Вот такой вот получился смартфон Я считаю, что модель достойна Очень тонкий 9 мм для 6 дюймов Дизайн стильный Задняя крышка Не остается на ней отпечатков пальцев Поэтому Как аналог Zoppo 990 Можете думать То есть это вы купите тот смартфон С которым вы не будете иметь проблем То есть купите Он будет надежно Покорно работать И будет вас каждый день радовать На этом все Спасибо за внимание Кому нравятся мои обзоры Ставьте лайки Подписывайтесь Кому не нравится Критикуйте Пишите в комментариях Что не так Буду пытаться исправиться Что-то доделывать Дорабатывать На этом все Спасибо Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому